Всем привет, ребята! Сегодня по вашим многочисленным просьбам видео про муравьев. Кстати, смотрите, какая у них чистота в формикарии. Просто белоснежные полы. Вынесли весь мусор на арену, и тут у них просто-таки чистота. Да, редко такое увидишь. Кстати, посмотрите, вот в этой части формикария почему-то столпились муравьи. Вот смотрите, здесь их просто какой-то базар-вокзал. Прямо даже камера не хочет фокусироваться. Такая их здесь куча. Не знаю, почему это произошло. У меня есть один вариант, одна догадка, что скорее всего они так столпились в ожидании зимы. Греются, так сказать, вместе. Вот так вот выглядит внутренняя часть формикария. А теперь посмотрим, что у нас на арене. Вы только посмотрите, какая перестановка на арене у моих муравьев-жнецов. Кто из вас смотрел прошлое видео, где я капал три вида сока своим муравьям, тот помнит, что арена тогда была совершенно чистая, а весь песок был с правой стороны. Кстати, если вы не смотрели прошлое видео, значит вы скорее всего не подписаны на мой канал. А это же очень просто сделать. Нажимаем вот сюда, а потом на колокольчик. И вам будут приходить все уведомления о том, что происходит на моем канале. Так вот, арена тогда была совершенно чистая, а теперь вот такая картина. Почему муравьи перенесли сюда песок, непонятно. На виду остались только два камешка, а третий оказался погребен под толстым слоем песка. Ну да ладно, перейдем к теме сегодняшнего видео. Я надеюсь, вы помните, как я положил муравьям половинку перепелиного яйца и потом снимал в режиме таймлапс, как они его поедали. Так вот, сегодня я решил проверить, что будет, если положить муравьям желейного медведя. Что? Ну нет, не такого огромного, как Валерка, а чуть поменьше. Вот такого вот. Кстати, Паша, привет. Этот мишка совсем маленький, примерно 28 мм в длину. И я нашел мишек с очень натуральным составом, без химических красителей. Тут в составе только желатин, фруктовый сок и натуральный пищевой краситель. Мне интересно, смогут ли муравьи разгрызть желейного мишку и будут ли они вообще его есть. Кстати, смотрите, как он обрадовался, когда узнал, что я брошу его к муравьям. Итак, жертвоприношение медведя злым и кровожадным муравьям-жнецам. Кладем мишку на жертвенный камень. Итак, мишка уже на арене. Оставлю я его тут на целый час. И можете написать в комментариях ваш вариант, что же с ним произойдет, погрызут его муравьи или нет. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, только что пролетел целый час в режиме таймлапс, и результат, честно говоря, очень неожиданный. Муравьи, походу, не откусили ни одного кусочка от нашего мишки. Это очень-очень странно. Он сладкий и вкусно пахнет фруктами, но муравьи просто по нему ползали и не погрызли его. Я очень-очень удивлен. Ну а с другой стороны, я могу понять муравьев. Они, наверное, выступают за здоровый образ жизни, и поэтому не захотели есть вредные сладости. Ну а мы можем только последовать их примеру и тоже не увлекаться конфетами. Лучше есть побольше фруктов и другой натуральной и полезной пищи. Вон они, смотрите, разгрызли свои семена и с удовольствием их поедают. Вот это, я понимаю, здоровая и натуральная пища. И на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь и желаю вам крепкого здоровья и хорошего иммунитета, чтобы никакой коронавирус вам не был страшен. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok